Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Два лепшые проекты будут представлены у Минску. До такой конкуренции представники регионального этапа подрыхтовалися. Наявность распрацованных бизнес-планов, маркетинговой стратегии, бюджету проектов, далеко не полный пакет документов, презентованный каждым финалистам. Инновационность, уникальность, а также докладность про описание рынка для реализации продуктов типа слухи, ключевые ориентиры, компетентные журы, подчас выбору переможцев. Тем более, что в дальнейшем для отримания инвестиций важно не поблитеть властное бачение с объективной рентабельностью проекта. Я представляю детский развивающий центр «Вишенка». Суть проекта состоит в том, что детям от года до 6 лет, их родителям и семьям, готовящихся стать родителям, предлагаются образовательные услуги. В спектр образовательных услуг будет входить обучение детей на час, если матерям необходимо отлучиться в парикмахерскую, в магазин. Гэтый проект бажится як альтернатива звычайному дитячому саду. Первая, по слову худельницы, у психологично-педагогичной подрымцы батьков. На всех наших этапах конкурса были привлечены бизнесмены Гомельщины, у которых есть свой довольно-таки крупный бизнес, мелкий бизнес, которые являются специалистами в различных сферах. И для наших конкурсантов это было очень большим подспорьем для того, чтобы понять, в каком направлении они движутся и куда развиваться дальше. По словам самих организаторов, миссия конкурса – у развития продпрымальницкого сяродя с широкой доступностью на территории всей Беларуси. Для этого и створается механизм трансформации инновационных идей у практично действия. Если у человека внутренняя харизма, сможет ли он убедить нас, а потом сможет ли он убедить инвесторов? Вот здесь мы будем поправлять, делать замечания, пытаться помочь человеку найти вот эту свою внутреннюю харизму и доказать всем, что в него можно вкладывать деньги. Профессийная жюра высоко оценила две продпрымальницкие идеи. Проект по заспящению телефонной и урочебной консультации «Доктор на Сувязи», интернет-пляцовку, портал «Рамон Просто». Узнагародженні переможців великого финалу отбудеться уже у маї. Усім удельникам выдадуть сертифікаты, але головный приз – 99% знижка на навучання у якості слухача программы «Профессийный менеджер» от ведущей бизнес-школы країны чекает только одного продпрымальника. Юлія Борисовец, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Угомель». До інших тем. У «Гомеле» напереды дні горы у легковые автомобілю. Распораження наших корреспондента утрапили некоторые эксклюзивные кадры. Узгорання отбылось на парковце, размешанной на Шашерской улице областного центра. У непосредной близкості ада автомобіля у загорылся інша марка «Фиат Темпра». Один з видовожців, який знаходівся у шмат поверховцей, узяв камеру і почав здымать. У выніку удалось отримать кадры процессу ліквідації узгорання. Пажарні, які прибыли на місце здарення, збіли з аутомобіля полами, якое вырывалося спад капоту машыны. Ніхто не потерпев, прышіны здарення высвятляються. Однак сам владальник заявів, що влішваюший год выпуску аутомобіля на враті буде звертаться до експертов, каб высвятлиць суму страты. Інцидент привабів великую колькість людей. Слуб дыму, який подымався од інша марки, було башна за некалькі кілометрів ад місце здарення. У взаємодзіння підразделінню Міністерства по надзвішайних ситуаціях по ліквідації пожара на об'єктах, де єсть люди, отпрацовуваліся у нього гомілі. По плані пожара отбувся на сцені Паласа культуры шигуношнікаў. За ходом операції по вратаванні сашила і наша здамачна група. По плані влучшенню, сітуація відповідала третєму узроню небезпекі. На ліквідацію згарання накіровали 12 адзінок техніки каля 60 шалавек особистого состава обласного управління МНС. Выкарасовувалася і спеціалізованна техніка, людзей рятавалі з допомогай пожарних ліствіць. При поступлении вводной по условному тушенню пожара нам задача была поставлена силами КП подняться на кровлю і снять условного пострадавшого, что благополучно було сделано, после чого был подан ствол на тушення і охлаждення кровли. Делано було все согласно нормативних документах, у времени там, ну, очень быстро, порядка, наверное, пару минут пострадавшого було снято. Під час вучення у основного вага було нададено взаємодію підразділінням і рішенням, які яны приймали. Уліч власі як був організований оперативний штаб, як вялось супрацівництва з персоналом Палаця культуры і службами города. На ученнях – це висша форма тактического мастерства. Ми отрабатываем, прежде всего, действия оперативного начальства, учасництва по оцінці обстановки на місці условного пожара, по принятию решений на ведення боєвих действий і по його реализации. Безусловно, основна наша задача – це спасення людей. Євген Паблавец, Валерий Хапанько, телерадиокампанія «Гомель». У Мазары открылся перший у Беларусі музей воды. У експозиції бадаюся саме важное об гэтым каштонным для чоловека ресурсе. Наш корреспондент Олег Сентюроу докладно веде, до шагу може привести неправильное ставлення до воды. Па куль в ученые спричаюцца, заявляецца чалэк зямной істоты. Цяго саправданная радзіма, недзі ў космасі, адзін факт обвергнуть немагчыма. Організм дорослого чалавека як мініум на 60% складаецца з воды. У новонародженага гэты пакачык ясче бач 90%. Зараз ў Беларусі налічывецца бочек 20 тыс. рэк ізвыш 10 тыс. азёров. Самага старожытыга пачатку нараджэння беларускай дзержавнасі гэты водаёмы мэлі вялікае значэння. Той ж Мазарская пасель, шча, напрыклад, було узвідзіна ў мясцовасці насэчанай водой. Тут і жыць було боч лёгка, і ворогу прастіня просто. У музеі воды, які створэны при Козінскім эколого-культурнам центре, гэты факт падкресліваць асабліва. Тут ў вуглі можна ўбачыць жмат чагу цікавага. Навад экскурсаводы не ўтойвыць. Де адкрыця музея яны стойкі аб воде і яе в кэрстанні не ведалі. Изучіла водный мир, можна так сказаць, ў Мазарі, Мазарського району, раднікі, полезны іскапаймы, минералы, минеральныя воды, історію водоснабжэння города Мазарі. Навуковыя дослэдуванні свечыць, вода мае память і здольна перадаваць інформацію. Розныя слова, які може пачуць вада, можуть кардэнальна пауплаваць на яе склад. У тім сэнці, што дрэнныя слова робіць ваду, калі несаправдным ядам, то амаль непригодны для ўжывання. Чагу, даречі, можна зарабіць вывад, наші дрэнныя думкі і выразы здоров'я нам жа самім як мінімум не дадаюць. Калі глядзіць ў більш масштабным плані, запасы пятной воды на планіці катастрофічна змінчаюцца. По нікатарых прогнозах, годов праспятнадцать, і її продаж може стаць навыць більш выгодним, чым гандальнафтай. По гэтай прачіні, даречі, ваду ўжы сё не называюць вадким золотом. Тот ісць в Беларусі, то подземная запаса вады тут докладна невядома до гэтага часу, але по нікатарых оценках, подземлёю знаходзіцца цэлая пресная мора. Аднак гэта злужа пакуль токі теорія. Это наше богатство, которое мы должны цініть, которое мы должны беречь, о котором мы должны рассказывать и формировать у людей культурю бережного отношения к этим ценностям. Центральне місце у музея вады займаю дух Мазыршины. Сяды стары, скрупли воды, як символ мудрости і беражливого ставлення до природы. Олег Сентяров, Євген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Мазырский район. Аматоры бегу у Гомеля ўшыновали память ахвяру авары на Шарнобыльской АЭС. 26-й поліку междержавный лёгкатлитышный пробег «Званы Чарнобыля» отрымаўся масштабным. У дел проняли полторы тысячи шалавек. С подробязностями Максим Савин. Стартовал пробег лялядового палаца. Кожны сам выбирал дистанцию 2-3 альбо 10 км. По своих силах и узровни подрыхтовки. Взрослый дельник аурозный – от дошкольников до ветеранов. Для самых маленьких дистанция зусим невеликая. Однако она дозволила отшуть атмосферу мероприемства. На старт больше протяглых дистанций вышли як аматоры, так и профессионалы. Наместник министра спорта и туризма Беларусь Александр Дубковский стартовал на самой протяглой. 10-километровой дистанции. Уже много здесь школьников, много здесь семейных, я думаю, взрослые с детьми. Это очень хорошо. Более того, мероприятие проходит в городе, об этом узнают люди. И это будет хороший стимул для такого движения физкультурного. Многие просто захотят принять участие не в этот раз, но в следующее. Стрел стартового пистолета и удельники на дистанции. Бегу спрояло все. На дворе ровная дорога и ведома же атмосфера. Якая бывает только тогда, когда вокруг великая колькость однодумцев. Сама организация очень понравилась. Трасса тоже по городу очень интересно. Редко проводят соревнования по городу. Обычно как на стадионе, кроссы по пересеченному месту, а так по городу очень интересно. Тем более массовый старт уже очень захватывающий. Цикавость до пробега расти с года в год. Сюрита зарегистровалась для удела полторы тысячи человек. По словах организаторов, якраз на такую колькость различвали. Традиционно приехали и гости из приграничных регионов Беларуси и Украины. У нас из года в год оно все время добавляется. Но мы надеемся, что в следующем году будет участников гораздо больше. Як вядома, здоровье человека шматутшим залежить от яго самого. А физичная культура и спорт – один из главных элементов долгого и счастливого життя. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова